Заболеваемость коронавирусом растет, а вот бдительность жителей Иркутской области пока не очень. Хотя новую волну коронавируса специалисты прогнозируют уже осенью, в период, когда бушуют грипп и ОРВИ. Готовы ли поликлиники к возможному наплыву пациентов и как действовать при симптомах ОРВИ? Ответы на эти вопросы не понаслышке знает Дарья Ивазова. Вряд ли в мире есть люди, которым нравится болеть. Вот и я не исключение. Но так уж вышло, что я не то простыла, не то подхватила какой-то вирус. И это отличная возможность проверить, как сейчас работает наша медицина, когда ковид никуда не исчез. Зато люди немножечко подрасслабились, в том числе и я, и перестали как-либо себя защищать. Носить маски, пользоваться антисептиками. Так как у меня возможен косвенный контакт с заболевшим коронавирусом, то нам нужно позвонить в колл-центр поликлиники по ковид-19. Мне предложили два варианта. Вызвать врача на дом, либо отправиться в поликлинику в специальный амбулаторный центр. Оказалось, что такой все еще есть при медучреждении, и у него есть отдельный вход. Туда я и отправилась. По итогам приема порадовали меня три момента. Во-первых, то, что в поликлинике в принципе есть отдельный кабинет для пациентов с симптомами ОРВИ. Очередь в него, конечно, большая, человек 15-20, но зато риск того, что ты можешь случайно кого-то заразить, гораздо ниже. Во-вторых, сразу после приема у меня взяли ПЦР-тест, то есть мне не нужно на следующий день заново приходить в поликлинику, сдавать его и так далее. А в-третьих, мне сказали, что в случае положительного результата я могу бесплатно получить лекарство. Если положительный завтрак для так обедований будет известный результат, то сюда назначите, как вы видите, что с лекарством в документе выясняете какой-нибудь условий. Но как все работает в других поликлиниках региона? По поручению Минздрава во всех учреждениях должен быть так называемый входной фильтр, когда пациентов с симптомами ОРВИ отправляют к отдельному доктору. Таким образом разделяют потоки пациентов, чтобы одни не заражали других. Если у вас есть симптомы ОРВИ или ковида, то независимо от того, контактировали вы с заболевшим или нет, вам нужно оставаться дома и вызвать врача. Либо обратиться в свою поликлинику и узнать, есть ли в ней специальный кабинет для пациентов с симптомами респираторных инфекций и сходить на прием туда. Если же кашель, чихание и другие симптомы появились после того, как вы контактировали с заболевшим, то вам нужно не только обратиться за медицинской помощью и лечением, но и изолироваться от своих домочадцев, чтобы не подвергать их риску. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Новости по будням.